ребят но приехали смотреть очередной бизнес очередного бизнесмена и как вы знаете моя программа называется размер имеет значение и я вам покажу уже и заводы и огромные предприятия сегодня покажу небольшое предприятие которое пока на данный момент только развивается но что здесь бизнес что там бизнес значит будет интересно марин добрый день здравствуйте здравствуйте знаете данного так тот момент когда я еще не видела вашего бизнеса но я его уже почувствовал пряности почему как вы решили прийти в этот бизнес вы знаете на самом деле путь этот оказался для меня сама еще неожиданным потому что четыре года назад да это корица цилонская да она у меня в трех видах на это я расскажу обязательно это вообще моя слабость меня и любой позиции могу рассказывать бесконечно долго да это лист карри ребят карри обычно вы знаете да что-то такое желтое и вы как вкусно карри с кокосовым молоком на сделать курочку порезал всем совет от меня очень берем курицу обжариваем заливаем кокосовым молоком и сыпем немножко карри на самом деле вы говорите вот об этой карри даже до приправа моего производства да это лист карри это приправа из приправы как раз и делают курочку очень вкусную а лист карри добавляют в эту приправу в том числе а вот так да да давайте дальше про то как вы пришли сюда четыре года назад я получилось так что прекратила всякую свою деятельность на всех остальных работах я работала раньше в разных сферах в экономике занималась туризмом организации выставок на кого-то работали турфирма у меня была я была директором наемным а до этого я работала в департаменте экономического развития занималась выставками различными да и так получилось что у меня начались серьезные проблемы со здоровьем я поняла что я просто уже не вывожу и в какой-то момент я ушла надо было успокоиться да успокоиться вредить себя и понять вообще что делать с тем ворохом таблеток которые мне прописывали врачи и в общем да я поняла что нужно восстановление и это как раз был такой отличный период чтобы наконец задуматься ну как быть дальше и в этот момент мне попалась отличная книга в руки вот такая книжка мне попалась мне дала одна моя очень хорошая знакомая мир пряности и специй автора грещук и здесь когда я начала читать увидела что здесь даются такие простые рекомендации о том что пряности и специи это не просто ну добавка к пище допустим практически наверно была ваша настольная книга да она и есть на самом деле до сих пор видно что она потрепанная моя любимая вот и соответственно я стала просто испробовать те рекомендации которые здесь были написаны для себя бизнес ваш он можно сказать родился ну из проблем здоровья и просто вы случайно увидели книгу да но изначально это не было как бизнес то есть я для себя стала это пробовать и я очень большой скептик по жизни я подумала сначала что это совпадение что работает то есть какие-то я увидела изменения но я не могла в них поверить что это от этого да да потом я начала продолжила это все пару месяцев потом я поняла что все таки да это работает надо и стала рекомендовать своим друзьям и знакомым когда у них слышала какую-то проблему что можно выпить или съесть вот и так наверное спустя год я поняла что у меня есть информация которой хочется делиться и я открыла instagram аккаунт информационный и соответственно там я стала рассказывать людям просто полезных свойствах пряности специй появилось множество постов появился отклик от людей я поняла что тема актуальна интересно ниша свободно ниша не сказать что свободно именно пряности и специи продается много но мало кто делает акцент на том что пряностями можно оздоравливаться и упаковка в бизнесе очень важна упаковка то что ты продаешь пряности там специи горами и потом сыпешь их в одноразовый пакетик это не работает работает упаковка правильно да да согласна с вами ну все мы любим глазами на самом деле очень важно и покупаем им в первую очередь да важно как это выглядит и на самом деле вот вот эти стеклянные бутылочки которые вы видите это пробники то есть это все можно понюхать потому что мне хочется чтоб человек не только увидел но и для себя определил по запаху что это брал что такое это розовый перец это единственный из перцев горошком который не жгучий его добавляют сладкий перец добавляют десерта он очень вкусно звучит в кофе на стейках его можно еще встретить да 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 звучит да он очень классный как и можжевеловая ягода тоже очень необычная я ее открыла для себя в кофе это просто потрясающе вкусно дальше про бизнес как он стал бизнесом в итоге значит после того когда я открыла instagram аккаунт на тот момент у меня уже первые мысли стали появляться что можно было бы открыть какую-то пряную лавку но денег не было я подумала что наверное мой аккаунт станет стартом для того чтобы я сейчас нашла ту аудиторию который в перспективе я смогу что-то продавать то что мне нравится то чем я заряжена денег не было вы просчитывали сколько вам надо было на запуск ориентировочно я понимала что это не менее 600 тысяч да и поэтому я поняла что мне нужно ну наверное под собрать их и какое-то время а в итоге когда вы уже открылись цифра 600 тысяч как изменилась больше она изменилась больше на самом деле я уже поняла что надо прибавлять 20 процентов но надо прибавлять чуть больше чем 20 вот и всякий раз даже каждый месяц когда я планирую какие-то расходы все равно вылетают какие-то позиции которые требуют больших вложений но это нормально бизнес живой процесс 100 процентов просто люди когда думают что открыл и сразу деньги пойдут рукой как бы так не бывает либо бывает но очень редко надо бизнес начала выстроить что потом он тебя кормил согласно не всегда очень печально когда я вижу что люди открылись на два-три месяца и потом закрываются потому что на самом деле действительно этот период ну минимум полгода и до года это в принципе еще на мой взгляд более-менее нормально когда ты нестабильный у тебя когда-то еще до поэтому что надо конечно конечно нужно рассчитать заранее и понимать что могут быть нестабильные месяцы потому что у меня тоже вот получается на сегодняшний чуть больше полугода мастерской и бывает месяц от месяца но разные разное количество покупок разное количество покупателей разные продажи вот ну рассчитываю что в окраине в декабре однозначно все будет потому что я смотрю что ты подготовил таки до новогодние подарки да да уже начали заготовку подарков на глинтвейну это глинтвейн да у нас будут разные варианты вот в корзиночках мы будем в стекла в стеклянных бутылочках делать также у меня все сезонные есть подарки я образцы примерно того как они выглядят составила мне они очень нравятся здесь можно компоновать абсолютно все и это просто образцы то есть мы по большому счету можем взять любой лот и сделать из него подарочный набор да у меня очень много кстати штучных вещей вот например вот эти доски это делает девушка в санкт-петербурге это ручная работа черная это обожженная доска не крашеная то есть я собираю стараюсь собирать такие вещи которые вещи и пряности которых мало где можно встретить марин вот это также твой интерьер да вот которую игру пока стоял мне так понравилось я думал это ты сама все делаешь здесь во первых как-то нашла помещение вопрос ведь локейшен очень важен для меня ну вот если честно твое помещение в цокольном этаже я бы даже не стал рассматривать то есть единственное плюс этого помещения наверняка если ты здесь только рядом живешь на самом деле это помещение нашло меня до был период когда я искала помещение когда уже поняла что я хочу открыть лавку но опять же в рамках бюджета ограниченного я поняла что меня могут устроить немногие варианты я поискала поняла что на сегодняшний день таких вариантов нет и отложила поиски прошел месяц и мне позвонили как раз из этого места потому что я именно вот это помещение но не это соседнее помещение я искала прошлый раз да но его заняли раньше меня вот и тут мне предложили да конечно я не была в восторге от цоколя потому что определенные минусы этого есть и достаточно крутая лестница но тем не менее мне подошла цена и меня устроила площадь я хотела здесь именно мастерскую организовать потому что приправы моего производства требует ну ты сама смешиваешь да я и рецепты придумываю серьезно да у меня потом покажешь конечно обязательно у меня около 60 наименований собственного производства на сегодняшний день а пряности у меня еще 200 а вот и есть еще просто посуда другие позиции то есть в общей сложности 500 позиций вот у нас здесь лучше так интересно у тебя рынок сбыта как сейчас устроен ведь эта тема очень актуальна с ресторанная тематика у тебя как то есть постоянные какие-то твои покупать у меня сейчас в основном пока только физические лица покупателей и как раз те люди которые любят вкусно готовить и на мой взгляд готовят по ресторану вкусно и присылает мне иногда видео и фото отзывы это просто невероятно хорошо да так же у меня есть категория людей которые покупают приправы пряности для оздоровления я этому очень рада что на сегодняшний день такая категория людей увеличивается потому что эта тема становится актуальной это очень круто я думаю марина меня разводит но нет то есть реально то есть ты на себе этот эффект испытала и тебе это помогло у меня бывают вообще такие ситуации приходит человек новый вообще он не знает не мой аккаунт ничего заходит мы с ним начинаем разговаривать он мне говорит у меня будет голова что-то вот я достаю из своей волшебной коробочки один из одной из зефирных масел например масло мяты мы мажем виски и продолжаем разговаривать через пять минут я спрашиваю как дела и мне человек отвечает у меня голова не болит поэтому и пряности эфирные масла из этих пряностей это такие потрясающие средства для восстановления себя я этим пользуюсь постоянно вот сейчас перед эфиром я волновалась немножко я себе тоже нанесла лишь да немножко нанесла эфира и действительно это гораздо лучшее воздействие очень быстро кстати проникновение за несколько минут мне казалось когда женщина в бизнесе мне кажется волнение у него уже как такового нет почему мне кажется наоборот мы же руки и девушки конечно в бизнесе не все что просто правильно не просто бывает наверняка там как вы сами сказали там дни когда вы проседаете бывают месяца когда вы проседаете и вы же об этом думаете правильно да но на самом деле у меня это получается уже второй опыт организация организации бизнеса до этого я была наемным директором в компании но я все начинала делать сама и это было уже семь лет назад где-то это был тоже очень интересный опыт и тогда вот я реагировала именно так то есть я все время была в жестком стрессе я волновалась я очень много работала и собственно ушла я спустя там три года фирма кстати по сей день работает вот и я поняла что вот здоровье моё пошатнулась еще тогда то есть вы на той фирме до потом я продолжила немножко добивать себя а сейчас я решила что я хочу организовать бизнес совсем иначе то есть для меня конечно до бизнес понятно что он требует каких-то участия постоянного и вложений но для меня это в первую очередь возможность общения с людьми которым нравится то что то чем я занимаюсь и иногда мне кажется что я не продаю а я просто советую что-то и человек берет потому что ему нужно и это совершенно другие ощущения для меня потому что я понимаю что мне просто надо увеличивать количество людей вокруг себя которым нравится то чем я занимаюсь очень круто искали вы просто понимаете что надо увеличить это одна из основ бизнеса да что надо увеличивать клиентам да но именно тех людей которым это интересно потому что есть люди которые приходят один раз и больше не возвращаются таких на самом деле очень немного ко мне как правило приходят через инстаграм и это те люди которые уже видят мою мировоззрение мои какие-то убеждения я очень много виду эфиров бесплатных на которых рассказываю свойствах и как правило какое-то время они на меня подписаны и месяца через три они добираются ко мне мастерскую становятся постоянными покупателями лучше круто скажи если по цифрам ты сказала что примерно ну я так понял в районе миллиона ты вложила вот сейчас 6 месяцев прошло у тебя какая динамика ты уже понимаю что как бы окупаемости уже скоро придет до окупаемость придет скоро еще не пришла но тем менее с каждым месяцем у меня динамика положительная в сторону увеличения есть я прям это с удовольствием отмечаю вот как раз подбивала на днях цифры ноября да это очень приятно вот и конечно думаю что еще одну пару тройку месяцев мне нужно будет для того чтобы выйти в ноль но это уже скоро это прекрасно мне чувство что я здесь ни разу не работаю я очень устаю но для меня это вообще не работа то есть это такое место где вот я бывает себе когда очень сильно устану много я в основном за день не присаживаюсь что-то готовлю постоянно что-то свежее хочется готовить немного готовлю но часто и бывает сварю себе чашку кофе на песке да у меня и кофе на песке аппараты для кофе продаются это кстати турецкий обязательно да вот я здесь сяду вот и наслаждаюсь просто видом смотрю как это все горит огонечки мои турецкие лампы любимые я наверное еще лет 12 назад не влюбилась когда первый раз была в стамбуле я привезла вот это моя лично она не продается вот с нее все началось и потом я поняла что я хочу где-то вообще найти поставщика это ручная работа найти их очень непросто как бы их немного продается в принципе вот наконец я его нашла и стала заказывать каждый экземпляр из турции не повторяется да да у меня получается вот турецкая посуда индийская посуда на всем написано что сделано в турции в индии а у тебя вот много трав да и так понимаю вот я хочу понять именно твой бизнес на чем основан локомотив твоего бизнеса это все-таки травы то есть продажи чего навряд ли это вот эти это я так понимаю сопутствующий товар да у тебя на самом деле изначально я задумывала как место где можно купить и пряности специи я вот сейчас говорю наверное для людей это одно и то же слово только синоним пряности это все что произрастает растительные специи это соль сахар все что изменяет вкус приправы это смеси запомнили да и вот собственно изначально я изучала пряности и потом поняла что не все готовы употреблять пряности отдельно то есть некоторым людям проще взять уже то что готово и например если это написано что это приправа для борща или приправа для мяса вот соответственно я решила что почему бы не делать такие миксы чтобы людям облегчить теперь жизни пусть и блюда и станут другие жуками это как бармен коктейль дела да да если вы также миксуете да и я решила что начиная со сванской соли это был первый рецепт который мы привезли с мужем из грузии после поездки в которую страна в которую мы влюбились вот это сванская соль очень быстро закончилась и я решила приготовить первую и в общем она разошлась по родственникам по друзьям или съели я поняла что она классно что вот на живу да вот он бизнес да да можно обязательно это сделать еще раз и я сделаю на сегодняшний день вот порядка 60 приправ авторского производства большинство ингредиентов не большинство многие ингредиенты в них моего моей сушки то есть например и соль ткемали там сушеная лыча которую я сушу вот заготавливаем это прям круто давай покажешь как ты это делаешь да конечно может давай сначала сварим кофе как скажешь давай окей давайте хорошо давай расскажем что мы будем делать вернее что ты будешь делать я буду с интересом наблюдать ну я пера хочу смешать и четыре перца и сделать одну из самых популярных смесей на востребованную на самом деле еще бывает 5 перцев с душистым но душистый перец это получается черный белый как раз меньше да это перец розы окрас ну розовый перец по что красный это острый перец а вот этот перец разве он очень интересен тем что во первых он не жгучий то есть вот эти три перца черный зеленый белый это один и тот же перец можно съесть нибудь не на ничего не будет будет сладенько и вкусно его добавляют в кофе глинтвейн его добавляют даже сверху на стейки посыпают ну это такой десертный перец я просто знал я как бы хотел думаю вдруг знаешь ли ты не знаешь ну про перец оказывается все знаешь по конечно я знаю да поэтому я слушаю дальше поэтому вот предлагаю сделать эту прекрасную смесь она очень вкусная получается ароматная белый перец и я не знаю знаешь что белый перец или нет это очень необычный вид перца несмотря на то что он сделан из черного благодаря специальной ферментации у него есть специфический запах аромат и аккуратно его нюхай он кому-то нравится кому-то нет но на самом деле в сочетании то есть я обычно беру белого перца меньше черного зеленого больше да он очень хорошо идет к рыбе на самом деле и в сочетании с остальными тремя он будет совершенно другим давай тоже у тебя будет давай отлично сколько стоит килограмм перца красного черного белого какая цена для покупателя нет в закупке ну я такие секреты не открываю но на самом деле перцы сейчас очень сильно подорожали до самый дорогой перец здесь розовый и зеленый мы для этого и собрали чтобы секретов мы тогда конечно и мы рассыпали самые дорогие перцы я это я да да пожалуйста смотри только типа я искусство делаю да я кстати обычно вот я не подрассчитала банка чуть чуть меньше чем хотелось бы но на самом деле я потом взбалтываю получается аккуратно сюда да да отлично супер аккуратно не получилось ну да ну вот пока это выглядит так мы потом не обязательно размешать а если вот ты говорила именно мне интересно как ты все вот блендер у тебя для чего стоит вот именно смешать да получается что у меня есть два вида смешивающих устройств очень удобных вот это гриндер для измельчения в пыль когда мне нужно перемолоть какие-то травы для любых сухих пряностей он подходит а этот блендер я тоже очень люблю он перемалывает отлично чеснок в кашу мне очень много приправ производства моего которые непосредственно требуют давай свежего чеснока давайте что а что мы сейчас будем делать но сейчас мы на нем можем помолоть и вот состав это состав практически полный для ореховой соли здесь не хватает только сам ореховой соль ореховая соль которая делается с грецким орехом да это кстати один из популярных лотов у меня вот у меня сванская самая популярная ореховая это грузинские рецепты вот из сванетии даже точнее если быть то есть я загружаю вот это все здесь я уже отмерила на нужную мне порцию это очень часто говоришь про грузии я так понял что у тебя страна это прям это впечатлило да а может быть какие то есть краснодарские именно рецепты конечно у меня есть ну большинство рецептов моих вот те 60 позиций о которых я вам говорила это мои авторские то есть у меня бывает можно назвать их краснодарские краснодарские конечно я даже вот на маркетплейсах на которых представлена я всегда пишу что производство краснодар россия потому что действительно это мои смеси круто да и у меня бывает даже и вот несколько рецептов мне пришли во сне я проснулась стала записывать но они решили не полные да ну я потом их доработала ты начала их миксовать как сейчас будем делать да сейчас я сделаю без орехов потому что орехи нужно будет помолоть отдельно чтобы они хорошо смешались будет громко слушай расскажи пожалуйста я смотрю тебя в принципе оборудование да но но не дешевая а тебе как-то помощь от государства было может тебе кто-то помогал да на самом деле там все отдельная история потому что как раз когда я уже приняла решение что мне хочется заниматься чем-то бизнеса рекламе да и тогда еще нет о бизнесе тогда речи не было хочется как-то перевести в русло какой-то деятельности полезной для людей которые до возможно будет приносить мне доход я на тот момент поскольку уже четыре года как не работала я поняла что мне хотелось бы освежить понимание рынка труда и я обратилась службу занятости это центр занятости краснодара да 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 вот ну по моему это был то ли западного округа в общем нарджиникидзе я обратилась и в общем в процессе того когда я подавала заявление становилась безработной официально то я узнала что есть проект по поддержке предпринимательства и можно открыть свое дело то есть они дают субсидию на открытие своего дела и сколько дали около 300 тысяч там 291 тысяча получилось а я вот как раз общался с александром и он тоже рассказывал что оказывается для них очень важно что раз то есть они дают как бы работу да не просто тебя куда-то устраивает но не делают так что ты становишься бизнесменом ты можешь сама уже давать рабочие места да получается что по сути они продуманные люди тоже поддерживают марин ну про специи мы говорили как то же сказала что у тебя не только специи да ну тебя и пряности да расскажи что не про них это ну там какой-то апельсин это что с ним произошло вот это это лимончик желтый да это сушеный лимончик да как раз и получается сушености я делаю сама у меня есть очень классная сушилка которых сети приобрела на деньги субсидий ну вот и в ней получаются отличные сушености вот это дыня например сушеная очень вкусная вот также я летом сушила арбузы и у меня будет скоро арбузная приправа потому что я вот эти арбузы сушеный еще никак не использовала на основе дыни у меня тоже есть дынная приправа кофе она называется дынная дыня а вот лимончики апельсинчики добавляю в глинтвейн кстати вот в глинтвейн добавляю сейчас и розу чайную у меня А ты можешь сейчас собрать набор для глинтвейна? Да, конечно. Время такое, почему бы нет, да? Конечно, могу собрать. Да, это вот, кстати, я сделала именно с розой. У меня еще есть лавандра разновидность. То есть, обычно классический глинтвейн не предполагает этих ингредиентов. Вот. А так, вообще, у меня пряности отовсюду, кстати, пахнет очень вкусно. Пряности. Нереально круто пахнет. Да, это чайная роза. Я ее, кстати, добавляю в чаи. У меня есть чаи собственного производства, я забыла о них сказать. Это... Ты сейчас об этом сказала? Да. Травяные чаи. И разные вот сушеные штуки классные. Блин, Марина, очень круто. Я знаешь, вот это прям... Ты двигатель своего бизнеса, ты сама, да? Вот как... Ты вот... Блин, очень молодец, конечно. Да, пока я иногда чувствую себя человеком-оркестром, потому что задачи разные. Но между тем, мне, конечно, это все очень нравится. Да, устаю, но это приносит такой нереальный кайф. Небольшой только блиц. Я зашел, и у тебя вот такие подарочные наборы висели. У меня есть карта, да? С очень интересными цифрами, там, 10-0-7 и 20-21. Ты что выберешь? 10-0-7 или 20-21? Я выберу две. Две, да, выберешь? Почему? Ну, понятно, год или это не год? Нет, это не год. На самом деле, когда я решила, что нужны подарочные сертификаты, я подумала, что не хочется мне давать обычные номиналы, уже привычные всем нам. И поскольку я за те 4 года, пока я ничего не делаю, бездельничала, изучала разные направления, я немножко изучала Таро. И цифры в нашей жизни играют большую роль. И поэтому я составила, ну, по определенной технике, составила те номиналы, которые будут приносить их обладателям или тех вообще, кто к этому причастен, там, если человек дарит кому-то, будут приносить радость, удачу, счастье. И вот наделила их такими волшебными свойствами. Поэтому они еще, кстати, идут в красивых конвертиках. Это серьезно, да? Да, чтобы это было все волшебно с самого начала. Хочется немножко как-то придавать волшебству. И я вот в своей мастерской, надеюсь, мне это получается. Потому что мне не хватает, например, разных красок в жизни. И поэтому, наверное, вокруг меня столько там латуни, меди. Слушай, а расскажи, основные продажи у тебя сейчас идут, вернемся к Глицу, Инстаграм или здесь? Я бы так сказала, что Инстаграм – это в первую очередь инструмент для узнаваемости меня. То есть люди знакомятся со мной через Инстаграм. И многие подписчики, которые изначально просто приходят послушать, о чем я рассказываю, через пару месяцев приходят и становятся покупателями. Но также, да, есть определенные клиенты, которые пришли через Инстаграм, и они даже не были в моей лавке, они видят ее только в эфирах. И я отвожу им заказы, у меня есть доставка по городу. И вообще я отправляю по всей России заказы. У меня, кстати, даже мои заказы уже ушли в Великобританию. Во Францию и в Грузию. Серьезно, слушай, круто. Значит, на вопрос работы с соцсетями ты, наверное, ответишь да, да? То есть с соцсетями ты работаешь, да? Да, то есть для меня, конечно, Инстаграм – это мегаудобное продвижение. Сейчас вот я планирую еще более активно заняться Яндекс-картами, Гугл-картами. То есть я все возможные инструменты использую. На 2GIS, кстати, есть информация по мне, и по этой информации часто люди приходят. То есть ты прям плотно, да, с этим работаешь? Да, потому что, на мой взгляд, сейчас, ну, это основные инструменты. Я как-то давала рекламу в лифтах, но поняла, что это не мой формат. Мне кажется, даже такая реклама может навредить тебе. Возможно, да. Потому что надо понимать, куда давать рекламу. Да, 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 согласна. Поэтому, да, за интернетом будущее. За ДРМ. Продолжение следует...